МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости в студии Сергей Бойко. Я рад приветствовать всех тех, кто собрал с этот час у экранов телевизоров. И сегодня в выпуске. В городском центре культуры Победа состоялась торжественная церемония честования победителей и призеров предметных олимпиад. Министерство по чрезвычайным ситуациям инициировало проведение республиканской пожарно-профилактической акции за безопасность вместе. Детский образцовый театр Веселка Дворца культуры города Барань подготовил к премьере новый спектакль. В городском центре культуры Победа состоялась торжественная церемония честования победителей и призеров предметных олимпиад. Прошла она в Оршанском регионе в 19-й раз. На сцене виновников торжества, участников третьего этапа олимпиад и их педагогов приветствовали и награждали представители власти региона. КОНЕЦ Наш Оршанский регион, наши педагоги, наши учащиеся из года в год добиваются самых высоких показателей в учебе, в дисциплине и труде. И это правильно, потому что Оршанский район – это самый крупный волообразующий район Витебской области, на который всегда смотрели, смотрят и будут смотреть и брать с него пример. А мы с вами не должны никогда подвести себя, наш район и нашу Витебскую область в целом. Я хочу сегодня выразить слова благодарности нашим педагогам, нашим ребятам, нашим родителям за то, что действительно мы все вместе готовим подрастающее поколение наших учащихся и действительно наши ребята как губка впитывают те знания, опыт, которые вы им сегодня выдаете. И, уважаемые ребята, пришло такое время, что без знаний, без науки движение вперед немыслимо. Поэтому я вас прошу, всячески все это сливонье, в молодом возрасте берите, изучайте, запоминайте, совершенствуйте. Это вам всегда, в любое время пригодится в вашей жизни. Я хочу выразить слова благодарности нашим педагогам, нашим учащимся, нашим родителям за тот труд кропотливый, который они проводят постоянно, повседневно. И наши ребята действительно показывают отличные результаты не только в стенах школы или школах Оршанского района, но и на Олимпиадах. Действительно, мы гордились и будем всегда вами гордиться, потому что вы, ребята, вы, педагоги, показываются самые высокие результаты. Я вот смотрю на наших педагогов, на наших учащихся и вижу в глазах, что резервы у нас очень-очень большие, потому что, как я сказал ранее, Оршанский район – это моща. Не буду обижать другие районы, тут должно быть всегда только на 9 и 10. Такой балл мы должны с вами держать. И я думаю, что для этого все у нас основания с вами есть. Я заранее убежден, уверен и заранее авансом говорю от себя лично, от районного исполнительного комитета, председателя Николая Викторовича Лисовского, слова благодарности. И дай Бог, чтобы это всегда получалось. Уважаемые друзья, в этот праздничный день я хотел бы пожелать всем крепенького здоровья, чтобы у нас все получалось, у нас все сбывалось, а мы, старшее поколение, всегда вами гордились вашими достижениями в учебе, на производстве и других отраслях, где вы будете работать. Дай Бог, чтобы было всегда все хорошо. Будет нам хорошо, будет вам хорошо, и в целом наш Оршанский регион, Витебская область, Республика Беларусь будет двигаться четко, конкретно в данном нужном направлении. На получение свидетельства о награждении премии специального фонда президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся на сцену приглашается победитель заключительного этапа Олимпиады по информатике, учащийся 11-го класса средней школы номер 6 города Орши, Ништ Константин. И его учитель Булавто Матвей Матвеевич, который за достигнутые в деле воспитания и обучения подрастающего поколения успехи награждается грамотой Оршанского районного совета депутатов. На сцену приглашаются победители третьего этапа Олимпиады по географии, учащиеся гимназии номер 1, Косинец Павел, Сартович Сергей, Федоров Дмитрий и их учитель Фицкевич Николай Николаевич, который за достигнутые в деле воспитания и обучения подрастающего поколения успехи награждается грамотой Оршанского районного совета депутатов. На сцену приглашается победитель заключительного этапа по трудовому обучению, учащийся 11-го класса средней школы номер 13 города Орши, Ширкевич Елизавета. И ее учитель Филипченко Инга Владимировна, которая за достигнутые в деле воспитания и обучения подрастающего поколения успехи награждается грамотой районного исполнительного комитета. Почемучки, почемучки, любознательный народ, Почемучка, почемучка, все вопросы задает. Почему на небе солнце, почему вокруг крова, Почему деньки не тонет, и зачем вы врага? И зачем, и зачем, и зачем вы врага? В зале сегодня самые умные, самые интеллектуально одаренные, самые трудолюбивые учащиеся. Действительно, это видно по их результатам. Более того, вот вчера был на международной конференции в Академии последипломного образования, и мы стали спорить, как же оценить работу учителя. Знаете, вот для директора завода или руководителя, вот учреждения, которое занимается производством, для того же рабочего, есть какой-то план, вал, производственные показатели, целевые. Что касается учителя, то многие оценки и отметки относительны. Но очень просто говорит народная пословица о том, что работа любого учителя оценится его учениками. И я искренней благодарности хочу сегодня поблагодарить всех учителей, педагогов, которые находятся в этом зале, поскольку именно ваши ученики дают такие высокие результаты, которые сегодня видны и слышны не только на уровне нашего региона, области, но и республики, и даже на международном уровне, по различным направлениям деятельности. Особые слова благодарности, безусловно, районному исполнительному комитету и Совету депутатов, которые ежегодно выделяют денежные средства на премирование учащихся, а также педагогов, их подготовивших в рамках предметных олимпиад. Так и в этом году более 5000 рублей или 50 миллионов старыми выделено на эти цели. Знаете, в зале есть так называемые уже матерые, опытные, учащиеся педагоги, есть те, кто не так давно вступил на эту стезю. Есть разные результаты, но хочется всем пожелать одного – понимать цели, к которой идешь, ее достигать. На эту тему есть замечательная притча. Лягуша трезвились в пруду и решили устроить состязание. На отвесную скалу, на которую никогда никто не взбирался, кто первый взберется? Рядом собралась толпа зевак, которые, безусловно, стали оценивать все мероприятие, о том, что, ну, безусловно, это сделать невозможно, там никто никогда не залазил, там скользко. Они пробовали, прыгали, лезли, падали снова. В конце концов, практически все выбились из сил, кроме одного, который медленно, но верно шел до самой вершины. И когда он спустился вниз, его все втупили и спросили, ну, как, как тебе это удалось, когда это невозможно было никому? Знаете, он оказался глухим. Он плохо слышал. И, по сути, он не знал, что это препятствие непередалимо. Я хочу пожелать вам самого главного – ставить перед собой новые цели, не бояться их ставить высокими, дерзноведными. Прилагать все усилия, идти вместе, и у вас обязательно получится. Я надеюсь, в следующем году у нас будут более высокие результаты. С праздником вас! На сцену приглашаются дипломант областного этапа Олимпиады по физике Домбровский Тимур, учащийся 10-го класса средней школы номер 21 города Орши и его учитель Базарева Валентина Станиславовна. На сцену приглашаются участники областного этапа Олимпиады по физике учащийся гимназии номер 1 города Орши Чайкин Игорь, учащийся 10-го класса. Шитько Владимир, учащийся 11-го класса. Смех слезы, радость, перомоги С поводницей 11-го класса. Смех слезы, радость, перомоги Смех слезы, радость, перомоги Министерство по чрезвычайным ситуациям инициировало проведение республиканской пожарно-профилактической акции «За безопасность вместе». Помимо спасателей, в ней принимает участие также МВД, Министерство образования, здравоохранения, труда и социальной защиты, жилищно-коммунального хозяйства, информации и энергетики. Главные цели акции – информировать население о состоянии пожарной безопасности и оценить готовность территории к летнему пожароопасному периоду. Организаторами акции выступили сотрудники Оршанского ГРОЧС, Территориального центра социального обслуживания населения, Центральной поликлиники и РОВД. Участники рейда посетили домовладения ветеранов Великой Отечественной войны и престарелых, одиноко проживающих граждан. Работники МЧС обратили внимание на исправность печного отопления, газовых котлов, электропроводки, наличие в рабочем состоянии автономных пожарных извещателей и своевременную замену элемента питания в них. Основная задача акции – это, конечно же, профилактические мероприятия, направленные на предупреждение пожаров, на предупреждение гибели людей на пожарах, так как на сегодняшний момент, конечно, можно опираться на статистические данные, что да, идет определенное снижение пожаров, да, идет определенное снижение гибели людей на них, но останавливаться на этом нельзя. И поэтому республиканская акция проходит по всем регионам и затрагивает все субъекты профилактики. Основные задачи – это, конечно же, проверка жилищного фонда, Это оказание помощи социально незащищенной категории граждан. И в первую очередь это, конечно же, будут пожилые, одиноко-одиноко проживающие граждане. Потом в дальнейшем мы, конечно же, постараемся отработать такие категории, как многодетные семьи, семьи категории СОП, семьи, нуждающиеся в государственной защите. И уже когда будет заключительный этап акции, подведем итоги и будем уже конкретно принимать меры для оказания помощи в приведении домовладения либо в квартиры в пожаробезопасное состояние. Статистика прошедших недель, конечно же, она не радует. Это и определенные пожары, которые были резонансные. Я имею в виду, что у нас в республике на сегодняшний момент, с начала года, уже имеются две детские гибели. Это, конечно же, очень печально. Дело в том, что, конечно, детская гибель сопряжена с разными факторами, которые являются травмирующими и для родителей, и для родственников, и в общем и целом для общества. И, конечно же, вся наша профилактика направлена именно на предупреждение детской гибели в первую очередь. Что касается резонансных пожаров и статистических данных, то Аршанский регион идет сейчас со снижением как по пожарам, так и по гибели. Но я уже неоднократно заявлял, что останавливаться на этом не стоит. Дело в том, что, да, идет снижение, но хотелось бы, конечно, чтобы снижение было ежегодным, то есть, чтобы у нас была именно тенденция к снижению. То есть, ну, достичь его мы можем, только работая вместе. Провели профилактическую работу сотрудники МЧС и в трудовых коллективах предприятий и организации Оршанщины. Не забыли спасатели и об учреждениях образования. Кроме того, целый ряд мероприятий и акций был направлен на укрепление правопорядка, предупреждение правонарушений, совершаемых гражданами в состоянии алкогольного опьянения. Галина Башкова, Алексей Цибульский, телекомпания «Скиф». Выбор зала ведущего меню – вот основные вопросы в повестке дня всех школ Северного региона. Уникально, единственный педагогический класс 4-й школы Витебска начал свою подготовку к выпускному еще осенью. Подробности далее в сюжете. Проведение праздника прощания с детством именно в своих стенах стало традицией для 4-й Витебской школы. Более того, каждый год ученики 11-го класса готовятся к чему-то особенному, индивидуальному, не похожему на то, что было в предыдущие разы. Этот выпускной не стал исключением. Подготовка длится почти год и приносит детям смешанные чувства. Радость творческих занятий и грусть покидания уже родных за эти годы стен. Ну, это очень волнительный момент, и надо отпустить этот этап жизни, но оставить его в сердце, чтобы никогда не забывать. Выпускники посягают необычный предмет под названием «обслуживающий труд». Обучение сервировки стола, манер поведения за ним, изготовление предметов декора, паши столового белья – только малая часть того, чему научились ребята. Это просто не могло не пригодиться на выпускном вечере, который, кстати, пройдет под названием «педагогический бал». Руками детей и их учителя труда изготавливается специальная инсталляция для чайной церемонии в столовой, где и пройдет сам праздник. Балдахины, кольца для салфеток, объемные цветы – все делается и расписывается вручную. У каждого дома, когда девочки имеют такие уже навыки, будут великолепные хозяйки и смогут декорировать уже и свои домашние праздники. Уже почти бывшие школьники учатся в профильном педагогическом классе. Таких всего 103 по всей стране. Здесь прививается активность, инициативность. Дети участвуют во всевозможных проектах и конкурсах. Соответственно, и подготовка к выпускному балу у таких учеников не вызывает трудностей. Идейным вдохновителем, как часто бывает, стала классный руководитель. Как вторая мама, она с волнением отсматривает каждый номер, подготовленный ребятами. Распределили обязанности. Кто-то готовит оформление зала, оформление столовой. Кто-то в коллективе семь человек пишут песни. Другие готовят презентацию. Те, кто на одной ноге с интернетом. Ну и, конечно же, вальс, флешмоб. Это все требует времени, но благодаря такому творческому, вы видели, такому дружному коллективу, продвигается. Каким будет выпускной 2017, эта интрига сохранится до 10 июня этого года. Но сейчас мы знаем точно, что он будет торжественным, красивым, интеллигентным, нескучным, креативным, добрым и, конечно, запоминающимся. Подготовка к выпускным идет и в налоговой. В целях профилактики сотрудники инспекции напоминают о правилах работы индивидуальных предпринимателей и физических лиц, которые помогают в организации праздника. В преддверии массовых выпускных учащаются случаи клонения от налогов. Многие девушки, наряжаясь на бал, предпочитают пользоваться услугами на дому. Там прическу и ногти можно сделать подешевле, да и в домашней обстановке бывает комфортнее. Но стоит помнить, что уже при подаче объявления в соцсетях о своей услуге предприниматель уже обязан заплатить налог. Работа налоговой инспекции направлена на профилактику нарушений, поэтому еще до начала всех этих мероприятий мы напоминаем, что приближаются выпускные. Они, как правило, сопровождаются проведением каких-то памятных фотосессий, видеосъемки. И к этому делу привлекаются физические лица и индивидуальные предприниматели. Данная деятельность облагается единым налогом. Перечень же услуг для физических лиц расширился. Теперь помимо ведущих и музыкантов сюда отнесли фото и видеосъемку. Мария Маренкова, Вячеслав Соловьев, телекомпания «Скиф». Детский образцовый театр «Веселка» Дворца культуры города Барань подготовил к премьере новый спектакль. На генеральной репетиции побывала и наша съемочная группа. На сей раз режиссер Людмила Сосницкая решила поставить криминальную драму «Плохие, хорошие». Автор пьесы – россиянка Галина Гордиенко. Она много пишет о молодежи и для молодежи. Пьеса стала обладателем главного приза в конкурсе драматических работ. Главные роли принадлежат ребятам. И я впервые рискнула сделать акцент на мальчишек. Если говорить о сюжете, значит, сюжет пьесы таков. Один из главных героев, Антон, проживает в неблагополучной семье. Он потерял несколько лет назад отца, ему 16 лет, отец умер. Мать на фоне вот этого стресса, происходящего в семье, она потихонечку начинает спиваться. И на него ложится такая ответственность. Младшая сестра, которой всего 14 лет, то есть он чувствует себя, что он мужчина. Он должен помочь, он должен обеспечить. Девочка хочет хорошо одеваться, девочка хочет хорошо выглядеть. Он пытается хоть как-то заработать честным и нечестным путем и обеспечить ее вот этими необходимыми удобствами. И случается так, что начало спектакля с того, что мать пропивает ее ноутбук, который он только и купил. Тяжело зарабатывал эти деньги. И у девочки, конечно, истерика по этому поводу. Чтобы как-то найти возможность купить новый ноутбук, происходит грабление этого своего одноклассника. Ну-ка сюда, деньги быстро! Что происходит? Деньги сюда, давай! Ты в порядке? Страшно-то как, Миш? А если бы он наш дом вернул? Убил, если бы? Он же не убил. Но мог, мог! Роли достаточно сложные для мальчишек. Они все-таки вот 10-11 класс, но в принципе это их возраст. Сложно положительному мальчику, хорошо учащемуся в школе, играть вот такого немножко негативного. Но его нельзя однозначно расценить, этого главного героя. Понимаете? Он честно остается в нравственных своих позициях, потому что он встает в дальнейшем на защиту слабого. Есть мальчик Белый Ворона, которого там прессингуют в классе, он его защищает. Но вот в этой ситуации он себя так повел. И как бы разделил свою жизнь на до и после. У меня были сложности с распределением ролей, особенно касаемо того мальчика, который, как говорится, Белая Ворона. Не каждый ребенок мог это сыграть. Мы долго пробовали одного, второго. Так, почитай ты роль. Идет, как правило, в процессе подготовки, идет застольный период. То есть мы вчитываемся в пьесу, пытаемся анализировать, пытаемся разобрать, что за роль, что за образы придется воплотить. Одного попробовали, второй. Но все-таки, как ни странно, сошлись на мальчики, которые все девочки не видели его в этой роли. Осень же, смотри, краски какие. Роль так называемой Белой Вороны в классе досталась Даниилу Лукину. Ну, была ли эта роль для него, что называется, на сопротивление? Ну, вообще очень сложно сказать. То есть, ну, каждый человек ведет себя в каждой ситуации по-разному. В какой-то части, возможно, я такой же, как и этот персонаж. Существуют в жизни такие сложные ситуации, которые нельзя однозначно ответить, хорошо человек поступил или плохо. И что никто из нас однозначно не хороший, не плохой. В главной роли Рафаэль Троскевич. Он уже, можно сказать, ветеран детского театрального движения в Баране. В этом году стукнул мой, так сказать, юбилей. Я 10 лет занимаюсь театром, с 7 лет, вот как-то так. А как получилось вообще, что ты пришел сюда? Ну, достаточно интересная история. Я был таким мальчиком стеснительным, скромным. Мама у меня человек творческий, и у нас проходит каждый год замечательный конкурс такой в Баране, Мисс Дюмовочка и Маленький принц. И узнав о таком конкурсе, моя мама, конечно, решила отдать меня, чтобы я попробовал свои силы, потому что она знает, что я могу что-то. И вот я там поучаствовал, и с того момента я очень волновался, на самом деле. Очень волновался. Я не мог понять, каково это будет, и я не мыслил, что смогу как-то спокойно держаться на сцене. Но, однако, когда я вышел, вот это вот все меня до мозга костей пробрало, и я почувствовал себя как дома. Я чем больше было зрителей, тем я чувствовал, что на меня смотрят, меня слушают. Мне это давало уверенности и давало сил. Готовясь к этой работе, Рафаэль искал аналогии в жизни среди знакомых. Эта роль далась тяжело, поскольку я не соответствую такому парню. Для меня немножко свойственны другие моральные ориентиры, и вот нравственность у меня немножко получше будет, если так можно сказать. Да, было тяжело, конечно, потому что семья у меня другая, сестра тоже есть. Ну, то есть я пытался найти и какие-то общие черты, и постараться вжиться как можно больше в эту роль. И действительно, со временем, когда ты думаешь об этом, каково быть на месте данного героя, мне становилось понятнее, как понимать вот эту ситуацию. Я больше сопереживал своему герою, больше понимал ситуацию, в которой он находился. И как раз-таки это и помогало мне больше вжиться в роль, и надеюсь, лучше передать то, что получится у меня на сцене. Когда мы снимали этот сюжет, наш оператор Алексей Цибульский признался, что очень бы хотел досмотреть спектакль до конца. Я думаю, что и зрители, которым еще предстоит увидеть постановку «Плохие и хорошие», также будут заинтригованы началом и захотят узнать, чем дело кончилось. Сергей Бойко, Алексей Цибульский, из ДК города Барани. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Прогноз погоды завершит наш выпуск. Я же благодарю за внимание, всем самого доброго и хороших вам новостей. Пятого мая. Переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений 1-3 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 5-7, днем от 12 до 14 градусов тепла. За последние 5 лет метеонаблюдений самая низкая температура воздуха 5 мая, минус 1 градус, была зафиксирована в 2014 году. Самая высокая плюс 20 в 2012. Средняя температура составила 12 градусов тепла. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok